МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Несоответствие требованиям по содержанию глазури – отсутствие маркировки. При этом в импортной рыбе глазури, то есть замороженного льда, оказалось в три раза больше, чем в отечественной. Специалисты рекомендуют перед покупкой внимательно читать этикетку товара. Когда достроят восточный обход в Новосибирске, какие ошибки допускают россияне при накоплении пенсии и в каких сферах деятельности чаще всего ссорятся? Подробнее об этом прямо сейчас. В студии работает Елена Мирошниченко. Здравствуйте! Беспрецедентная проверка в ближайшее время ждет и молочный рынок. Есть ли на полках супермаркетов и магазинов фальсификаты, специалисты намерены узнать до 26 марта. Подобная инспекция проводится на федеральном уровне впервые, сообщает РБК со ссылкой на источники. По поручению вице-премьера Аркадия Дворковича ревизию проведут Россельхознадзор, Роспотребнадзор и Роскачество. Проверка не затрагивает производителей. Образцы молока, сливочного масла и творога будут закупать в розницу. Суд разрешил продлить сроки строительства восточного обхода Новосибирска, сообщают Сибновости. Иск подавал генеральный подрядчик Сибмост. Требовал в очередной раз сдвинуть дату исполнения контракта. Напомню, восточный обход соединит трассу Новосибирск-Ленинск-Кузнецкий с дорогой Академгородок-Кольцово. Согласно проекту, помимо дорожного полотна, подрядчику предстоит построить два моста, пять путепроводов и три транспортных развязки. Требования Сибмост удовлетворили в полном объеме. Сдать объект в эксплуатацию теперь нужно будет в октябре 2021 года. При этом участок разбит на четыре отрезка, первый из которых нужно достроить до следующей осени. Накануне в региональном Минтрансе сообщили, что Сибмост намерен возобновить масштабные работы на восточном обходе этой весной. На сегодняшний момент работы ведутся. Они ведутся не теми темпами, которые бы хотели, скажем, велотекущий режим их можно назвать, но то, что к концу мая месяца работы на объекте закипят в полном объеме. Мы ожидаем к концу марта получить план мероприятий по усилению работ на данном объекте. А сейчас о стоимости доллара и евро. Курс пока остается стабильным. Доллар 57, евро 70. Информация носит справочный характер и в некоторых случаях может расходиться с курсами в отделениях. Знаменитому долгострою в центре Левобережья Новосибирска планируют снова дать шанс. Гостиницу «Турист» на площади Маркса собираются все-таки достроить, сообщает в мэрии. В городской администрации прошло рабочее совещание с участием собственников здания и земельного участка. По словам чиновников, появился инвестор, который изъявляет интерес достроить объект. Когда именно начнут работы, пока не сообщают. Однако отметили, что в планах сохранить изначальный профиль здания и открыть в нем гостиницу. Отмечу, власти неоднократно обсуждали перспективы замороженной стройки, которую начали еще в 68 году прошлого века. При этом делились противоположными планами то достроить, то демонтировать. Сотрудники каких отраслей больше всего ссорятся с начальством? Санкт-Петербургский университет профсоюзов и Федерация независимых профсоюзов России составили рейтинг самых конфликтных сфер деятельности. На первом месте, по данным за 2017 год, обрабатывающие производство. Затем строительство, транспорт и ЖКХ. Также больше недовольных сотрудников стало в сфере добывающей промышленности, электроэнергетики и сельского хозяйства. Чаще всего причина ссоры, забастовок, невыплата и задержка зарплаты. Это почти 70% конфликтов. На втором месте снижение жалования. Сокращение или увольнение работников на третье. Самыми конфликтными в прошлом году оказались Сибирский, Северо-Западный и Приволжский федеральные округа. Из-за забастовок за год компании потеряли больше 22 тысяч человекодней. Россияне потеряли миллиарды рублей из-за непонимания пенсионной системы, пишет российская газета. Они досрочно переходят из одного фонда в другой. По правилам, менять страховщика без потери дохода можно раз в пять лет. При досрочном переходе потерянные средства идут в резерв по обязательному пенсионному страхованию. На начало 2017-го в нем был 41 миллиард рублей. Почти 34 миллиарда – это потери инвестиционного дохода у больше, чем 2 миллионов человек. Они передали накопление с Пенсионного фонда России в негосударственные. Аналитическая служба оценила потери при досрочном переходе в 27-35 миллиардов рублей. В 2018 году ущерб может оказаться еще больше. Министерство сельского хозяйства России предлагает расширить механизм субсидирования экспорта зерна. Финансировать не только железнодорожный тариф до портов, но и все расходы, связанные с доставкой. А также создать новые мощности по хранению и глубокой переработке зерновых. Сельскому хозяйству в 2018 году из федерального бюджета определили больше 240 миллиардов рублей. Цитирую министра Александра Ткачева. Строительство Забайкальского и Зарубинского зерновых терминалов позволит увеличить мощности по перевалке на 7-8 миллионов тонн к 2020 году. Это даст возможность увеличить экспорт зерна из Сибири в страны Азии. Было бы эффективно льготировать не только тариф, но и всю провозную плату хотя бы для удаленных регионов Сибири. И напоследок. Разработанный новосибирцами наноскутер Чубайса оказался запрещенным к возу в России. Наши земляки-резиденты технопарка разработали проект транспортного средства, а производство развернулось в Люксембурге. В результате байк на батарейке попал под антироссийские санкции. На этом у меня все. До встречи.